27 мая исполняется 120 лет со дня рождения русской поэтессы Елены Александровны Благининой. Все мы с детства слышали такие строчки, как «Мама спит, она устала», «Улетают, улетели, улетели журавли» или «Черемуха, черемуха, что ты стоишь, Бела?» Прошло время, и мы читаем стихи своим детям, внукам, и снова радуемся им, как старым знакомым. Библиотека номер 18 Северного округа познакомит вас с творчеством поэтессы Елены Александровны Благининой. Она родилась в 1903 году в селе Яковлево-Орловской губернии. У маленькой Лены было много братьев и сестер. В доме часто звучали песни, ставились домашние спектакли, устраивались сюрпризы для детей. Бабушка, знавшая множество стихов и сказок, частенько рассказывала их своим многочисленным внукам. Отец тоже баловал детей историями и разными небылицами. Да и сама Лена в детстве любила сочинять. Неудивительно, что она начала писать уже 8 лет. Первое ее стихотворение «Девочка с картинкой» было опубликовано в 1921 году. Однако в это время Лена и не собиралась становиться поэтом. Она мечтала быть учительницей. Поэтому после школы поступила в Курский педагогический институт. Несмотря на большое расстояние до учебного заведения, девушка старалась не пропускать ни одного занятия и в любую погоду в самодельной обуви преодолевала неблизкий путь. Но учительницей она так и не стала, посвятив свою жизнь литературе. Уехав в Москву, Елена в 1925 году закончила высший литературно-художественный институт. В детскую литературу Елена Александровна пришла в начале 30-х годов. Именно тогда на страницах журнала «Мурзилка», где печатались такие поэты, как Маршак, Барто, Михалков, появилось новое имя Елена Благинина. «Ребята любили и ее, и ее стихи, прелестные стихи о том, что близко и дорого детям про ветер, про дождик, про радугу, про березки, про яблоки, про сад и огород. И, конечно, про самих детей, про их радости и горести», вспоминает литературовед Евгения Александровна Таратута, работавшая тогда в библиотеке, где авторы «Мурзилки» выступали перед маленькими читателями. Тематика поэзии Благининой разнообразна. Первая книжка для детей «Осень» вышла в 1936 году. В 1939 году вышел целый сборник, посвященный маме. Вот какая мама! И самое знаменитое стихотворение из него вы, конечно же, знаете. Это «Посидим в тишине». Мама спит, она устала, но и я играть не стала. В семье посвящены также такие стихи, как «Приходите, поглядите!» «Научу обуваться братца», «Бабушка забота», «Наш дедушка». Прочитайте их. Они удивительно задорные, добрые и светлые. Есть также и стихотворения о войне, как «Баллада о свете», «Баллада о мире» или «Письмо папе на фронт». «Здравствуй, папка!» «Ты опять мне снился, только в этот раз не на войне. Я немножко даже удивилась, до чего ты прежний был во сне». Очень много стихов Благининой посвящено временам года. Это теплый дождик, желтый луч, мороз, весна, животным и птицам, журавушка, добрый жук, котенок, деревьям и цветам, яблонька, малина, дуванчик, окружающему нас миру. Поэт на всю жизнь сохранила замечательную способность увидеть нечто прекрасное, чудесное и удивительное во всех проявлениях природы. О чем бы ни писал автор, она словно описывает что-то волшебное, неповторимое, существующее только сейчас и здесь, как в стихотворении «Чудо». «У нас в саду случилось чудо». «Нет, правда чудо, я не вру!» «Вдруг ни оттуда, ни отсюда оно явилось поутру». В творчестве Благининой вы также найдете много народных мотивов и подражаний фольклорным потешкам, считалкам, скороговоркам, тараторкам и колыбельным. Это такие произведения, как «Аленушка», «Баиньки», «Петушок», «Наша Маша», «Сорока Белобока» и многие-многие другие. Как сорока Белобока на заре вставала, на заре вставала, стряпню затевала, воды наносила, тесто замесила, дров напилила, печку распалила. Потом было много других книг. Елена Александровна прожила долгую жизнь и работала постоянно. Высшим светом сияют для нее хлеб, вода, день, ночь, радость ходить по земле, слушать пение птиц, видеть красоту природы. И все это находит отражение в ее стихах. Радуга. «Дождик, дождик, не дожди, не дожди ты, подожди! Выйди, выйди, солнышко золотое донышко! Я на радугу-дугу полюбуюсь побегу, семицветную цветную на лугу подстерегу». Елена Благинина писала не только для детей. Для взрослой аудитории было выпущено два сборника ее стихотворений «Окна в сад» и «Складень». В 2015 году вышел двухтомник Елены Благинина «Стихи, воспоминания, письма, дневники», подготовленные с помощью семьи Благининых, а также сотрудников архивов и музеев Москвы и Орла. В первый том вошли стихотворения, воспоминания, письма Елены Александровны, а во второй том – ее дневники. Стихотворения Елены Александровны Благининой – это настоящее сокровище в огромном море детской поэзии. Читайте их сейчас, не расставайтесь с ними, когда подрастете, знакомьтесь с ними ваших детей. Они затронут вас и уже не отпустят, научат чувствовать, удивляться и любить.